МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или порой им хочется вернуться в свою прежнюю, никому неизвестную, тихую, спокойную жизнь. Сегодня у нас есть возможность спросить обо всём этом у нашего гостя. Мы постараемся получить ответы на все вопросы, расставить все точки над «и», чтобы понять, где правда, а где ложь. С вами я, Айгуль Мукей, и ток-шоу «Под прицелом». Наш гость ещё в школе влюбился в телевидение. Он вырос в северном городе, в простой семье, и, казалось бы, ничто не предрекало ему славы и популярности. Однако он взял судьбу в свои руки, и сегодня его имя знает каждый. Знаменитый телеведущий. Артур Платанов. Нет. Продюсер. Достейн Шакиров. Давайте ещё подумаем. Герой многочисленных публикаций. Диас Азимжанов. Им восхищается и ему завидуют. Это Алексей Шахматов. Вы правы. Итак, встречаем под прицелом Алексей Шахматов. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вы недолго оставались в тени, и это неудивительно. Зрители сразу же угадали ваше имя. Это действительно неудивительно, потому что вы сейчас на пике популярности. Давайте начнём с того, что думают и говорят о вас люди. Интересно? О, Боже. Да. Внимание на экран. Как не включишь телевизор шахматов, вечерние новости шахматов, другая правда шахматов, наша правда шахматов. Сколько раз я ему интервью давал, или он у меня отбрал, ни разу сам себя не видел. Что такое, не знаю. А шахматов везде, а Щекина нет нигде. Алексей Шахматов, да? Это тот, кого собака укусила, про которую он ещё всему миру рассказал? Если честно, нет. Я думаю, не особо заслуженный. Он мне как-то не импонирует. Я думаю, можно было бы поярче кого-нибудь найти. И далеко не Аллен Дулон. А по поводу популярности, ну, можно было бы кого-нибудь поярче найти. Это лично моё мнение. Как я его обожаю, как я люблю эту передачу, если вы только знали. Никогда не пропускаю. Он очень хорошо ведёт, такой внимательный. И, в общем, когда ведёт передачу, я, конечно, иногда плачу. Это правда, что я плачу. Это действительно так. Дай Бог ему здоровья, пусть процветает и здравствует. Хороший человек, путь ему вперёд. Ну, конечно, я тоже смотрю его передачи. Ну, вот я, например, слышала, что он женщину взял с тремя детьми. В принципе, не каждый на это пойдёт. Алексей Шахматов очень грамотный ведущий. Думающая голова, он всегда знает, о чём говорит, как он выглядит на экране. И вообще, мне он очень нравится как мужчина, очень привлекательный. Ведёт точно так же, как Малахов. Так же двигается, так же говорит. Ну, вот почему так? Почему своего нету? Надо своё какое-то видение сделать, какое-то отношение своё. Шахматов. Ну, честно вам скажу, я всегда смотрю его в соцсети. Но он такой пухлячок, конечно. Хотя везде он, конечно, себя постит, что он ходит по фитнес-клубам, качается. Но мне кажется, что на пользу ему это не пошло. Я извиняюсь, конечно. Алексей? По мне он явно копирует Андрея Малахова. И не только копирует по манере. Мне кажется, его слишком много, он быстро говорит. И, ну, мне кажется, его очень много, так же, как и Малахова в России. Куда я не пойду, вижу его билборды, слышу даже по радио, включаю лизвизор. И тут шахматов тоже. Он везде просто. Все, что говорили люди, это правда? Ну, вот так вот. То есть кто-то плачет, кто-то смеется. Люди говорят о том, что вы заполонили с собой весь эфир. И вообще слухов, разговоров о вас очень много. Говорят даже, что у вас есть какой-то бизнес, кроме того, что радио, телевидение, что у вас есть аптека или цветочный магазин, что ли. Это так? То есть все правда? Ну, не знаю даже, на какую реплику вперед отвечать. Давайте по порядку. Да, я не Олен Делон, я себе все прекрасно понимаю. Наверное, меня больше всего задело. Но это правда. Я пухлик, я хожу по спортзалам, но так это все сложно. Не на пользу. Да, не на пользу. Я надеюсь, когда-нибудь польза будет. Но это моя главная проблема, разумеется. Но я с ней борюсь как могу. И да, у меня не такая густая шевелюра, как у того же Малахова. И да, я невысокого роста. Я все о себе знаю. Поэтому и люди видят это. Естественно, я выхожу к ним на экран каждый день. Практически. Но вы же понимаете, что критиковать, в общем-то, просто. Говорить, рассуждать, обсуждать. А вот сделать самому не так вообще все легко. Ну, я их совершенно не осуждаю, этих людей. У меня было раньше, когда я только появился на таком широком экране республиканском. Я очень остро реагировал на подобного рода замечания. А в каком году вы появились впервые на республиканском экране? В 2007 году я появился на КТК в субботних новостях, по-моему, даже в дневных, не в прайм-тайм. И вот я очень резко реагировал, мне было обидно. А когда я работал в Кустанай, на той же должности ведущего, так там я вообще просто лил ночами слезы. Слезы, да, потому что люди, это, конечно, люди иногда бывают бесцеремонно. Они просто звонили в эфир, я брал трубку, сейчас я все реже ее беру, ну, чтобы оградить себя от подобного рода неприятностей. И они просто говорят, так, ты шахматов или как там тебя? Ты отвратительный, что это ты за вопрос задал, как ты отвратительно провел передачу. Вы понимаете, ну вот, мне кажется, это воспитание немножко. Ну, то есть вы бы сами не позвонили? Я бы никогда не позвонил. Да, мне может нравиться телеведущий или не нравится, но я же не звоню на Первый канал и не говорю, что, Малахов, я лучше тебя, а тебе бы лучше бы закончить свою карьеру. Ну, давайте все-таки начнем все по порядку. И об этой вашей толстой шкуре мы поговорим еще. А вот хотелось бы спросить, в первую очередь, сколько у вас проектов? Три программы я веду, это «Вечерние новости», «Другая правда», еженедельный субботний дайджест социального трэша и ток-шоу «Наша правда». Дайджест социального трэша, вы так это называете? Ну, можно так сказать. Ну, окей, смотрите, значит, «Другая правда», «Наша правда», новости с присущим вообще КТК социальным трэшем и вот этим суровым характером. Вот зачем вы это делаете? Вы говорите о том, что вы лили слезы, будучи в Кустанае, когда вы только начинали, и сейчас вы продолжаете вот по этому трэшу ударять, знаете, по бездорожью. Вам что, вот чего-то не хватает? Какой-то жесткости, что ли, не знаю, вы что, мазохист? Зачем вы это все делаете? То есть вот еще больше и больше набираете этих проектов и роетесь в этом грязном белье, и много негатива. Ну, я бы не назвал жизнь людей, простых людей, которые приходят к нам в программу, которые звонят по собственной инициативе грязным бельем. Для них это важно, и я в этом возьму на себя смелость профессионал. И если мы делаем продукт, который смотрят телезрители, а это еженедельные сводки рейтингов я получаю на свою электронную почту, значит, это кому-то надо, и не только мне. Безусловно, если вы имеете какой-то психологический момент, то на сегодняшний день, я считаю, я веду один из самых серьезных и самых сложных жанров на телевидении вообще, в принципе, ток-шоу. Но это не потому, что я хочу порыться в грязном белье, а доказать самому себе, ну или кому-то еще. Свою состоятельность. Да, в том, что я могу. То, что вы можете это делать, и то, что вы можете помочь людям. То есть... Это в меньшей степени даже, я прошу прощения. А, в меньшей степени. Хорошо. Если получается помогать людям, я очень рад и счастлив в этом. Но это не была основная моя задача, когда я шел на телевидение, уж поверьте. И я тут искренне, но я не лукавлю. По-моему, два раза наши зрители упомянули, что вы и вы сами сейчас называли фамилию этого телеведущего. Да. Андрей Малахов, и все ставят вам в укор, что вы его пародируете, что вы как-то, я не знаю, это что, неосознанно, или вы специально идете по этому пути, это какая-то мимикрия, или зачем вы это делаете? Вы знаете, ну вот я с 16 лет уже фактически на телевидении... Ну вот давайте посмотрим, вот фотографии. Вот поза, да, и вы как-то ногу так, я девушку сейчас не могу показать. По-другому не сядешь на этот диван, удобнее, чтобы развернуться к человеку, с которым я разговариваю. Вы считаете, это тоже малаховская поза? Да. Ну вы, конечно, вольны считать, что я это делаю намеренно, но пусть это будет так. Я просто, я не случайно начал рассказ о том, что я 16 лет на телевидении, и когда я пришел первый раз на радио, на Кустанайское радио, меня тут же начали сравнивать с одной из радиоведущих. Как только я пришел на КТК... С одной из... Интересно, женщины, да? Как только я пришел на КТК, мне говорили, что я вот по манерам похож на другую ведущую с КТК, или ведущего с КТК. И, понимаете, людям всегда, они всегда сравнивают. И, ну, ради бога... Вы знаете, спасибо. Все мы у кого-то учимся, учились, и это правильно. Все мы у кого-то берем пример, с кого-то берем пример. Ну, вот справедливости ради, конечно, нужно признать, что вы сами шли по этой карьерной лестнице. Мы примерно здесь упомянули, что вы начинали в Кустанай. Это правда. В каком, кстати, году вы начинали работу? Ну, в районе 16 лет я пришел в областной дом детей и юношества, где готовилась детская телепередача новостей. Это был где-то 96-97? Да. Это я был еще школьником, ну, где-то, может быть, 8-9 класс. Окей. И, значит, вы шли по этой... Я даже не хочу сказать карьерной. Вы шли по этой профессиональной лестнице. Да. И вы пришли вот к этому... Да. Вы сейчас на пике популярности. И вот нельзя этого не признать. Вы признаете, вы понимаете, что вы сейчас один из самых популярных телеведущих Казахстана. И уже третий раз повторяю это за сегодняшний эфир. Ну, в общем, да. А, ну, я это могу только понимать, когда я иду с семьей, там, по какому-нибудь торговому центру. Центру, торговому, и у вас берут автографы. И берут автографы и фотографируются. Ну, вот только с таких позиций. А то, что я лучший и самый популярный, ну, это сложно. Это нужны какие-то статистические выкладки. Их нет у нас в стране. Ну, или признание вот так вот всеобщее. Ну, или ваше профессиональное признание. Я вообще вот, когда слушал вашу подводку, когда вы говорили обо мне, мне кажется, вы чуть-чуть и о себе говорили. Ну, давайте упустим. Обсуждая вас, люди, тем не менее, делятся на два лагеря. Равнодушных нет. Это два противоположных лагеря. Кому-то вы нравитесь, кому-то не нравитесь. Все смотрят. Все смотрят для того, чтобы пообсуждать, пораздражаться. И, ну, тем не менее, наверное, как, опять же, говорили ваши зрители, вы не соответствуете каким-то общепринятым признакам, канонам красоты, что ли. И это ваша проблема. Ну, давайте так говорить. И что вы делаете? Ну, то есть вы согласны, когда вы задаете этот вопрос, да? Нет. Нет? Вы мне очень нравитесь. В смысле, вот как мужчина... Я тоже считаю, что есть, безусловно, какие-то каноны, но... Ну, Аллен Делон. Ну, Аллен Делон – это тоже очень специфический персонаж, я хочу вам сказать. И не все наверняка, не для всех Аллен Делон – такая квазисексуальная фантазия. Поэтому есть люди разные. И есть люди, которым я действительно нравлюсь, которым не нравлюсь, это нормально. Также Айгуль Мукей кому-то, может быть, нравится, кто-то ее ненавидит. Ну, это жизнь, ну что это обсуждать? А свои передачи вы смотрите? Да, смотрю иногда. С удовольствием или для анализа? Нет. Безусловно, я смотрю для того, чтобы увидеть ошибки. И я очень... Я вот, знаете, я иногда смотрю свою программу, и я вижу какой-нибудь, ну, на нашем профессиональном языке, это называется косяк. Да. И я просто... Меня бросает в жар, когда я вижу какой-нибудь косяк, который наверняка не видят другие люди. И только с этих позиций. Да, иногда я смотрю, когда я себе нравлюсь. Вот я себе нравлюсь с бородой, например. Я думаю, да, это хороший образ. Ну, это мы говорим о внешних каких-то, да? Ну, да, да. А вы имеете в виду, что... В смысле, вот введение, что вот здесь... Нет, безусловно, иногда бывают промахи. Ну, что ж... Я абсолютно адекватно к себе отношусь, я не занимаюсь самолюбованием. Мы много с вами общаемся с коллегами-журналистами и понимаем, и знаем, соглашаемся, наверное, с тем, когда говорят, что от нашей профессии душа черствеет. Да, абсолютно. А, и шкура наша становится толще. Абсолютно. И мы практически можем реагировать без слез, без комка в горле. На вот эти самые страшные ситуации. Вот вы замечаете за собой это равнодушие? Да. Вы вообще плачете после того? Ну, расскажите о каком-нибудь эфире, вот, когда вы там вот... Нет, я не плачу. Вы знаете, если бы я плакал после каждого эфира, то у меня... Или во время, и во время. И меня бы не хватило как профессионала. Во время, да, у меня иногда сжимается ноль, слезы не льются, потому что, не знаю, может быть, это особенность того, что ты перед телевизионными камерами... Я не могу плакать, как Андрей Малахов, кстати. Да, у него, да. Но особенно, когда я вижу детей, вот, у меня сжимается очень сердце, правда. Но для того, чтобы не лить слезы, ну, наверное, нужно быть... Нужно понимать, что это твоя работа, и не нести все эти слезы в свой дом. Ну, вы прекрасно знаете и помните, что вот реально трагедии случались, и много трагедий вообще было в рамках вашей программы и после. Да. Ну, в общем, мне сложно сейчас об этом говорить. Давайте вот сюжет посмотрим. Давайте. Это кадры одного из апрельских выпусков программы «Наша правда» за 2014 год. Ее героиня – очень пожилая женщина Людмила Джаманчалова или Баба Люда, как все ее называли. Она погибла через несколько дней после записи программы. В программе речь шла о том, что дочь Бабы Люды всячески издевается над матерью и даже пыталась ее убить. Соседи и бывший квартиран бабушки считают, что в ее смерти виновата дочь. Старушку нашли в собственном доме с резанными ранами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой. Вот один из откликов на форуме программы прямо на сайте КТК. По-моему, зря вообще вы показывали бабушку в эфире, если не могли ей действительно помочь. Пусть останется это на вашей совести. Надеюсь, в будущем, прежде чем показывать на всю страну, вы будете думать не только о рейтинге программы, но и о судьбе человека, который отчасти будет зависеть и от вас. Ну, это действительно трагедия. Это первый раз случилось на нашей программе. Не знаю, мне кажется, ну вот нас обвинили в том, что мы не взяли на себя ответственность за то, что показали, да? Ну, наверное, нужно при этом понимать, что мы телевидение и мы журналисты, а мы не правоохранительные органы, и мы не стоим возле этой бабушки. У нас нет ресурса, но мы обращаем внимание, социальную опеку, правоохранительные органы, что тут неладно в этой семье. Если бы мы не показали, ну так бы ее и укакушали там, ну, исход бы был один. Нет, ну не укакушали бы. И все-таки, как бы то ни было, вот этим послужило... То есть это был толчок, это был вот такой вот переломный момент. Ну, вы знаете, если бы эта программа уже вышла в эфир, и тут же после выхода в эфир ее бы убили, тогда мы могли бы говорить об этом. Как вы узнали это, вы были на работе, и вам говорят, что баба Люда убили, это был тяжелый момент? Да, нам позвонили человек, да. То есть... Мы, естественно, мы в шоке были, мы схватились за головы, и тут же, и в этом, наверное, есть черствость любого телевизионщика, стали перемонтировать телепередачу. Да, в этом, наверное, заключается ваш профессионализм. Но вот это все-таки об этих людях, об этой бабе Люде, и вот тысячах таких, как она. Они приходят на телевидение и ожидают чуда. Они ожидают того, что проблема их решится, им дадут квартиру, им сделают ремонт, дочь ее обратит на нее внимание, перестанет пить, не будет ее бить, и решит все это Леша Шахматы. И вы в самом начале программы сказали о том, что вот вы в меньшей степени пришли на телевидение и пришли в эту программу за этим, да? Да, конечно. Вы понимаете, что нескорая помощь. Во-первых, я не знал, что я буду работать в этом жанре. Изначально он был от меня весьма далек. Но теперь действительно люди звонят, и звонят с требованием помочь. Да, требуют. То есть я, Шахматов, должен помчаться к ним немедленно и решить все их проблемы бытового плана. Ну, вот такое отношение. Да, я понимаю. Приезжайте, разберитесь. И чем вы там занимаетесь? Вы не можете приехать? Чем вы занимаетесь там? Ну, вы понимаете, какая колоссальная на вас ответственность. То есть это может быть, вы могли бы вроде бы сказать о том, что вообще меня это не касается, меня это не интересует. Вот эфир закрылся, камера отключилась, сказали, стоп, снято, я пошел домой. Но вы понимаете о том, какая все-таки на вас ответственность. Вы помогаете как-то своим соседям, вы решаете какие-то их вопросы, помогаете в решении. Просто даже тем людям, которые не обращаются непосредственно в вашу редакцию, а приходят к вам как. Я вообще считаю, что когда люди звонят на телевидение и просят помощи, это нужно схватиться за голову абсолютно всем. Потому что если вы, Айгой Мукей, не станете помогать своим родным прежде всего, ну, в каких-то делах, а им никто ведь не помогает, ни родные. Мы столько историй видели, где мать на дочку, дочка на мать и так далее. Это катастрофа такого духовного плана. Поэтому, вы знаете, вот когда говорят о том, что на тебе такая ответственность, я сразу спешу сообщить, что это на вас ответственность за ваших родных. Если вы не в состоянии справиться, а звоните на телевидение к чужому вам абсолютно шахматову, то это катастрофа вашей семьи. И вы должны задуматься об этом. Но моя задача как журналиста обратить на это внимание общественности, это ведь правда? Да. И, конечно, у меня может болеть сердце, и тихо за кулисами я могу кому-нибудь помочь, но я не для того работаю, чтобы показывать это всем. Окей, хорошо. Я знаю о том, что вы посещаете психолога. Это правда? Ну, на сегодняшний день нет, но я был, да. Это было? Да. А зачем вы это делали? Ну, потому что... Вы хотели, то есть вот этот негатив, который скапливается в вашей жизни, сердце, душе, в голове, вы хотели от него избавиться? Или это просто личные проблемы какие-то? Нет, конечно, это личного плана похода к психологу. И может быть потому, что я сам психолог по образованию, и считаю, что это периодически нужно делать. Вы психолог по образованию? Да. Давайте поаплодируем. Алексей психолог по образованию, и вот как-то получилось, что вы были простым диктором на радио, к примеру, да, там, или диджеем? Да, меня не приняли на журфак, я бы пошел и закончил факультет журналистики, но меня не приняли. А не приняли-то почему? Ну, это сложная история. Журфака Кустанайского государственного университета. Да, с тех пор я всем будущим журналистам советую не ходить на журфаки. Ну, это моя такая личная обида. Меня не приняли не потому, что я не очень был талантлив, я написал первое сочинение на потоке. Меня просто не приняли по финансовым причинам, хотели с меня в факультет заработать денег, и думали, что компания, где я на тот момент уже работал, будет за меня платить, как в старые добрые времена. Но, к сожалению, компания отказалась, и меня вышвырнули из факультета. И потом мне призналась глава этого факультета на тот момент, что была такая ситуация. А это был для меня очень серьезный момент. Вот тогда я рыдал просто. Но это было так обидно. Я уже на тот момент работал, когда я поступал на журфак. Вы были уже звезда, и вас уже... Ну, такая звезда городского масштаба, конечно. И для меня это был очень серьезный удар. Смотрите. Ваша фотосища. Да. Ну, звезда, звезда. Скажите, вот вы сказали, и все-таки вот эта обида, она же остается в нашем сердце, в нашей душе, да? Ну да, остается, она уже не настолько актуальна, потому что... И вот зачем вы сейчас в эфире сказали, не поступайте на журфак Устанайского университета? Нет, вообще на журфак любого университета поступать не нужно. Потому что я тот пример, который может сказать любому будущему журналисту, абитуриенту, что себя можно сделать на телевидении, в журналистике без факультета журналистики. И сейчас вы выходите в эфир. Бывали ли у вас моменты такие, что в какой-то момент вы думаете, слушайте, уважаемый декан журналистского факультета университета моего города, вот видите, какой я, вот видите, как вы... Да, я это делаю всегда, когда выхожу в эфир любого телеканала. И даже у вас здесь. Серьезно? Да. Это вы сейчас абсолютно серьезно сказали. Абсолютно серьезно. Конечно, эту проблему можно было давно отработать. Но я не могу, это сидит во мне червем и будет сидеть всю свою жизнь. Возможно, я делаю карьеру на телевидении, чтобы доказать и этому университету в частности. И там уже совсем другие люди, конечно, уже другой декан, наверняка. И наверняка многие думают, что я его закончил. Да. Но я это делаю постоянно. Постоянно. И это вас держит в тонусе. Ну, и это тоже. В некоторой степени. И еще мы знаем, что вас держит в тонусе. Это ваша семья. Вы не часто показываете свою супругу. И что вызывает массу домыслов. Ну, в нашей стране, и вообще сегодня, в нашей современной действительности, ведь как? Будешь ее показывать, скажешь, чего это он похвалится и показывает. Не показывают вопросы и сомнения. Он вообще не телевизионный человек. Да. Из троих детей двое мои, так что все в порядке. То есть, окей. И мнение по поводу того, сколько у вас детей разнятся, вы сейчас уже озвучили. И сейчас наступил один из таких замечательных моментов. Давайте все вместе обратим внимание на экран и увидим вашу супругу. Давайте. С того момента, как я замуж за него вышла, он, конечно, мне, можно сказать, заменил всех моих подруг. Самый большой друг у Леши для меня. Он очень добрый. Он очень сильно балует детей. Если дети выбрали что-то, даже несмотря на цену, он, конечно, все равно все это детям возьмет. Может быть, сказывается его детство, что они очень простой семьи Леши, и что как-то это сказывается, отсутствие игрушек в его детстве собственном. Поэтому он сейчас это вот решил своим детям, по крайней мере, все это дать. У него папа строитель, мама повар. И мне кажется, он даже неоднократно говорил о том, что только благодаря тому, что он из простой семьи, и, возможно, сейчас он как бы имеет все, что вот на сегодняшний день он достиг. Потому что, может быть, будучи там ребенком каких-то известных, очень обеспеченных родителей, может быть, у него и не было бы какого-то стимула, да, к чему-то стремиться, если бы все оно было готовое на блюдечке. И детям он постоянно об этом говорит, что всего добивайтесь сами, мы для вас не будем там дорожку протаптывать, что-то для вас делать. Старайтесь все достичь сами в этой жизни. Ну, он практически ежедневно созванивается с мамой. Если нет времени созвониться, они обмениваются смс-ками. То есть, получается, что даже, наверное, ну, чаще, чем я со своей мамой, чем я со своими родителями. То есть, я считаю, что хороший сын. Родители должны им гордиться. Потому что, ну, такой известный человек, и при этом без, ну, какой-то заносчивости. Абсолютно простой, но не особо требовательный, добрый, спокойный. И, как бы, его звездность дома абсолютно, она, ну, как бы, отсутствует. То есть, я не могу сказать, что он ведется дома, как звезда. За окуп продуктов вместе, там, за детьми посмотреть стараемся вместе. То есть, как бы, он абсолютно такой простой человек, без заскоков. То есть, надо вынести мусор, надо помыть посуду. Ну, помоет. Без проблем. В выходные дни мы обязательно куда-нибудь ходим. Старается он, конечно, то, что он в будние дни не додал нам времени, отработать выходные. У него и машина хорошая. И часы он любит хорошие. Но в то же время он, конечно, каждую копейку несет в дом. То есть, как-то мы, он так это все, ну, умело, мне кажется, совмещает. Каждую премию там, то, что ему там доплачивают, кажется, в общем, все старается внести в дом. Когда мы с Лешей поженились, с моему старшему сыну, он был как раз в переходном возрасте. То есть, Леша досталась по полной, по полной вот от моего старшего сына. Чего только не было у нас, конечно. Мы пережили с ним. Вот. И поэтому они, не могу сказать, что как друзья, но как полноценный отец. Леша для него как полноценный отец. То есть, если где-то надо отчитать, он отчитает. Где-то надо похвалить, он похвалит. В общем, вот такие вот отношения, как у отца с сыном. И я говорю, что мне очень, конечно, повезло. И он заслужил, я думаю, что такую семью, такой тыл, что когда он приходит домой, думаю, всегда все тихо, спокойно, уютно. Я думаю, что как бы этот человек заслуживает счастья. Ну, по крайней мере, в семейной жизни это точно. Ну, вам было тяжело. И у вас слезы на глазах. И у меня тоже. Тяжело было слушать, волнительно было слушать. Потому что, ну, это практически признание в любви. Да. Никогда этого Светлана не делала до этого. Ну, это так. Мне действительно очень повезло с моей женой. Ну, я согласна. Она очень обаятельная, очень милая. Вы прекрасная пара. Спасибо, Айгуль. Она действительно вас очень любит, и вы ее. И ее зовут Светлана, фамилия ее Шахматова сегодня. Нет, она оставила свою фамилию только в связи с тем, что... Ну, у нас сложно менять документы. Да, это очень много проблем. Почему вы плачете? Я не знаю. Вот я больше плачу от вот таких положительных моментов. Прекрасная история любви. Она сказала, что старшему сыну вашему, он был уже в каком-то переходном возрасте. Сколько ему сегодня лет? Ему 20. 20 лет? У Светы 20-летний сын? Да. Великолепно. Слушайте, ну давайте еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы пришли в семью, когда ему было 14 или сколько же ему было лет? Ну, да, чуть меньше. И диалог этот состоялся, и вы поняли друг друга, хотя вы были достаточно молодым человеком. Я был очень... Ну, как я и сейчас, в общем, не старый. Но тогда вообще у меня не было ни опыта семейной жизни, и, безусловно, ни опыта общения с детьми. И то, чем у меня научил Андрей, когда начались все эти проблемы с вымогательством, например, в школе, и когда я ездил в школу и разбирался с этими детьми, которые вымогали... Его зовут Андрей? Да, и у которых вымогалось что-то. И я был поглощен вот этими разборками бесконечными. Мне казалось, что это не закончится никогда, честно говоря. И эти плохие оценки в школе, и вызывание родителей в школу. Ну, в общем, это весь набор, который Господь Бог даровал мне для того, чтобы в следующий раз у тебя был опыт, и не было таких ошибок и проблем. Ну, сейчас у вас девочки. Да, девочки. Две милые девочки. Одна из них родилась совсем недавно. Совсем недавно. Она любимица, красавица, похожа... Вот старшая дочь похожа на вас обоих, да? Это так великолепно. И так удивительно, что вы нашли со Светой друг друга, но так неожиданно, если честно. Почему? Ну, я не знаю. Ну, в общем, вы просто внешне разные. Я думала, что ваша жена блондинка и голубоглазая. Ну, мне нравятся больше восточные женщины. Да. Но Света очень красивая. Правда. Очень красивая. Я вас поздравляю. Спасибо. Света работала на радио, да? Да, да, да. Она была также радиоведущей? Нет, она главный бухгалтер, тогда была и есть сейчас. Да, отлично. Познакомила вас ваша близкая подруга, замечательная, мною также любимая и многими любимыми казахстанцами, Люси Иркова. Да, да. Да, она послужила, да, вот этим тем двигателем и вот сцементировала ваш брак, ваша любовь, семейные отношения. И вот, но тем не менее, какие-то фотографии в интернете вот есть с Люсей. Давайте посмотрим, покажите, пожалуйста. Какая-то такая откровенная фотография. Вот, вот. Ну, Люся всегда хороша на ваших эфирах. Да, Люся прекрасна. Изображает из себя женщину вамп, такую роковую. Да, вот, вот такие вот фотографии. Ну, что в этих фотографиях откровенного? Ее наряд? Бюст Люси. Ее декольте, ее бюстли. Люси не имеет ко мне отношения. А Света вас не ревнует? Я вот к чему? К Люси? Люся крестная мать нашей дочери Марии, поэтому она не может ревновать. И Люся прекрасный друг нашей семьи. Это, наверное, единственный друг нашей семьи на сегодняшний день. Она прекрасная журналистка, и как мы ее позиционируем, светская львица. И эдакая такая, и эдакая дурочка, блондинка, которая задает глупые иной раз вопросы. На самом деле, это очень умная женщина. Кроме работ на телевидении, она работает в крупной компании одним из топ-менеджеров. И получает хорошую зарплату по сравнению с КТКшной. По сравнению с вами. А какая у вас зарплата? Ну, неприлично об этом спрашивать. Нет, по сравнению со мной она еще не дотягивает. У меня очень хорошая зарплата. Очень хорошая. Если это говорит, что вы приносите домой премии. Да, это правда. А еще у вас есть какие-то заработки попутные, дополнительные. На сайте одного из агентств висит ваша визитка, и там написано о том, что вы там Ада и конферансье. Уж простите, что я так называю это своим именем. Вы знаете, вот эта фотосессия... Это очень популярная. Да, мы хотели с Люсей Ярковой как раз сделать такой тандем. Да, и вести какие-то вечеринки. Эта фотосессия была сделана специально для этого сайта. А что, она не удалила еще до сих пор эту визитку? Нет. Висит, значит. Так, чтобы есть... Ну, у нас ничего не вышло. Мы не смогли найти, да. Я бы наставил... Клиентам. Нет, я наставил на том, что между нами должен быть заключен договор. Потому что я видел очень много историй, когда люди, целующиеся в губы, друзья навеки, расходились по поводу денег, когда они начинали совместную работу. Я наставил на этом договоре, Люся говорила, мы не можем, мы друзья, о чем может идти речь, ты мне не доверяешь? Я говорю, нет. Давай мы закончим на этом нашу собственную попытку заработать денег, и мы просто не будем это делать вместе, потому что личные отношения, они же гораздо дороже. И просто, видимо, это осталось... Ну, не бизнесмены, я скажу вам, ребятки. Не бизнесмены, к сожалению. Вы, в общем, и не начали. Я-то бизнесмен, я предлагал договор, но она не согласилась, она женщина. Ну, как сказать. Слушайте, ну, предлагал договор, ничего не получили, женщина не подписала, в общем, на этом прикрыли лавочку. Ну да, меня периодически приглашают вести мероприятия, какие-то концерты. А вот этим людям-то, которые вас приглашают вести мероприятия, ну вот, ну, представляю, я не представляю, если вот у меня будет свадьба моего сына, и ведет ее Алексей Шахматов. Ну, свадьбу я не соглашусь вести, сразу говорю. Прикрываешь глаза, и я вот это, он там, кажется, что ты услышишь следующие слова, там, скандалы, интриги, расследования, сейчас я расскажу вам всю другую правду. Это же ведет кучу корпоративов. Ничего, да? Ничего. Так что все у вас еще впереди. Да. Это лишь для кого-то, может быть, это будет интересным человек из телевизора, пришел к ним на какое-то личное событие. Но свадьбы я не веду, я не умею это и не буду делать. А корпоративы в последнее время тоже. А вот в соцсетях про тебя пишут много комментариев. Ты расстраиваешься по этому поводу? Ну, я не читаю в последнее время ничего о себе. Я стараюсь себя ограждать. Ну, это правда, ну, я человек, я имею право реагировать как-то так, как я умею реагировать. Реагирует человек, да. Да, ну, если я так реагирую, значит, я себя ограждаю от этого. Поэтому в последнее время я прошу своих редакторов не звать меня к телефонному аппарату, потому что мне очень сложно людям отказать, если я понимаю, что эта съемка не совсем подходит для нашей программы. Поэтому вы уж простите меня, люди добрые, что я с вами вот так вот не имею прямого контакта. Это все для того, чтобы сберечь себя для своей семьи, чтобы вообще чуть подольше оставаться здоровым. Береги, береги себя, дорогой. Спасибо. Леша, ну, то есть я не могу не задать этого вопроса, потому что, ну, вот есть она популярность. Хотелось бы прям тебя капитализировать, твой образ и монетизировать, и просто превратить вот эту твую популярность в какие-то деньги прям ощутимые, реальные. Ты делаешь это? Тем более, что твоим именем пользуются. Нажмешь, наберешь в поиске Алексея Шахматов, и этот поиск может тебя привести там в казино или в какое-то турагентство. Ну, это ради бога. Я, в общем, достаточно хорошо капитализировал свое имя. Я достаточно хорошо сегодня зарабатываю. И ты радуешься жизни? Ну, я еще не достиг, конечно, того уровня блаженного состояния, когда можно радоваться всему. Я и переживаю. Ну, вот можно было бы радоваться сегодня, придя сюда и получив это приглашение, но я очень волновался, например. Спасибо. А родители твои рады за тебя? Я думаю, очень. И мы рады за твоих родителей. Дай бог им крепкого и большого здоровья. Приноси им радость. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Хочу напомнить, что принцип нашей программы – расставить все точки над «и». Вы очень откровенны в своих ответах, мы откровенны в вопросах. И вот сейчас для закрепления результата я предлагаю провести небольшой блиц-опрос. Пока горит красная кнопка, вам зрители задают короткие вопросы, вы даете на них короткие ответы. И если ответа нет, то вы отвечаете на следующий вопрос. Хорошо. Готовы? Да. Тогда начинаем. Предлагаю встать. Итак, время пошло. Алексей, вы верующий? Да, я верю в Бога. Вы говорили, что любите Достоевского. А кто из его героев ваш любимый? Ну, я это очень давно говорил, сейчас у меня совершенно поменялись вкусы. Алексей, вы хотели бы сняться в кино? Да, я хотел бы. Алексей, а вы можете заплакать? Сейчас нет. А так, в принципе, наверное, да. Как вы предпочитаете решать конфликты? Разговаривать. Скучаете ли вы по радио? Нет, не могу сказать, что скучаю. Вы вроде бы бросали курить. Не начали ли снова? Да, я всегда оправдываюсь. Работа нервная. Периодически я покуриваю, к сожалению. Ваш самый романтический поступок. Я не романтик. Я редко их когда совершаю. А человека можно ударить? Да. Время вышло. Это было гениально, Алексей. Ты ответил, в общем, очень хорошо на все эти короткие вопросы. Кстати, ты можешь ударить человека. Да. Значит, нас ожидают какие-то эфиры, с тобой еще. Будут какие-то расследования. К чему ты привык? Ну, это только на нашем канале происходит, поэтому, я надеюсь, моего участия там не будет. Ну, хорошо. Тем не менее, я хочу заметить, что не совсем мне понравился эфир, потому что это программа, потому что она была очень положительной. Да, отвратительная эфир. Ты действительно очень положительный герой. Да, хороший я человек. Ну, если честно, я желаю тебе оставаться хорошим человеком. Но, может быть, в рамках нашей программы ты сказал не все. Что-то вот одна последняя фраза. Конечно, ведь вы не давали мне слова просто. Да, ну что ты. И все же, Алексей об Алексее. Какой ты? Хороший парень? Звезда? Я очень добрый, душевный человек. Спасибо. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Похоже, что все точки над «и» в портрете нашего героя расставлены. Понятно, что при его успехе завтра появятся новые мнения и новые отзывы о нем и его жизни. Это удел знаменитостей, с которыми здесь, в нашей студии, программы «Под прицелом» мы встречаемся, чтобы узнать о них все, что нас волнует. С вами была Игуль Мукея. И уже через неделю мы встретимся с вами вновь, чтобы задать свои вопросы нашим звездам. Я, если буду рассказывать, здесь будет зал рыдать. Ну а вы все же не считаете, что вот пора уже закончить с этим душевным стриптизом? Мне помолвлена. А, вы помолв... Ну я вас поздравляю от всей души. Она может на меня так же накричать, как на любого официанта, администратора или повара. Ой, и ты плачешь, и я плачу. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok